Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор, сравнение по многочисленным просьбам. Действительно, это самые продаваемые удилища двух длин. И это люди спрашивают, в чем разница фортекса Spark Steve и просто фортекса Spark. Значит, вот у нас на обзоре 7.8 тех и 7.8 другой. Соответственно, специально взяли для старую фортексу вот в такой расцветке. Сейчас они перекрашиваются, чуть изменяются. Об этом я выпущу отдельное видео, посмотрите, пожалуйста. И, в общем-то, Steve пока не меняет расцветку. Она вот такая вот есть и такая пока еще будет на этот сезон. Значит, основной это строй, конечно же, интересует всех. Поэтому кратко просто пробегусь, что по модульности угля здесь примерно все одинаково. Абсолютно порядка 36-40 тонн уголечек в этих удилищах и в той, и в другой. Разница в том, что на Steve комплектуется полом, хлыстом под коннектор 1.25 мм, а фортекса Spark скомплектуется привитым хлыстом под коннектор 0.65 мм. Плюс, еще в чем разница? Фактическая длина чуть меньше у фортекса Spark. У Steve чуть больше. Но это все-таки за счет хлыста, потому что полый хлыст, он чуть длиннее привитого. Ну, чаще всего это так бывает всегда. Поэтому там где-то порядка 3-5 см. Имейте в виду, это будет отличие. 3 см на 7, насколько я помню, и 4,5-5 см на 8. По усилению колен. На наших фортексах, что на той, что на другой, стыки колен усилены. Я сейчас вам покажу, постараюсь это вот тактильно пальпировать пальцами, да, когда вы дотрагиваетесь, это можно ощутить очень хорошо любому человеку. Не знаю, как на фотографии будет выглядеть, но увидите, что действительно там и стеночки толще каждого колена, да, в местах стыках. Обработаны они лучше, чем большинство, кто нам приносит эти удилища, ну, купленные в каких-то других местах, не знаю. Вот, и, соответственно, я надеюсь, что я так ракурс сейчас подберу, фотографию сделаю, что вы действительно... Или, может быть, видеокамеру сейчас сделаю, чтобы вы увидите, что всё-таки есть специальная обмоточка такая дополнительная. Итак, друзья, ну, вот я за кадром, что называется, да, посмотрите, я вот попытаюсь поближе показать вам, насколько это возможно. Вот, видите, вот эти места. Вот. Раз. И вот здесь два. Значит, в чём ещё отличие? С моей точки зрения, вы это увидите, что на стифах чуть толще стенки второго и третьего колена. За счёт этого строй кажется верхней части более быстрым. Ну, вы, в общем-то, вот это увидите. Но, с моей точки зрения, это, конечно, плюс для ловли на течение, когда вы будете жёсткую придержку делать. Да, тогда лучше стиф берите. Но, тем не менее, когда я успел потестировать эти фортексы с парки на канале Москвы, то есть там при приличном течении с поплавком 6-8 грамм, то есть я как бы вот на восьмёрке, конечно, на с парке я ощутил, да, уже там хорошо очень загибает. Хлыст, само собой, понятно. А второе колено тоже уже начинает. Но мне это лично не очень мешало. Вот. То есть стиф, да, здесь пожёстче. Поэтому, смотрите, если у вас ловли прям вот точно всегда на течении, наверное, всё-таки вам в сторону стифа нужно смотреть. Если вы ловите на стоячей воде, на слабом течении, на среднем даже течении, то, в общем-то, по большому счёту без разницы. То есть с порос фортекса она справится. Ну, как бы транспортные длинные диаметры, я померил диаметры колен, диаметры камлей и так далее. Это всё есть. Вы посмотрите, пожалуйста, обзор уже конкретно на Стив будет есть обзор, да, на Спарк. То есть вы уже увидите эту информацию более подробную там. А сейчас, конечно, мы раскладываем то, что люди ждут, чтобы посмотреть, как это всё в нагрузке, как это всё выглядит, да, именно по строю. И большая просьба к вам, прежде чем разложим, пожалуйста, нажмите вот такой пальчик. Вам это ничего не стоит под видео, да, нажмите кнопку «Подписаться». А для меня это большой плюс, большая польза от вас. И не забывайте, что на все удилища, купленные у нас, на Кайду в том числе, мы даём бессрочную гарантию на заводской брак, на весь срок службы удилищ. То есть если что-то случается по браку, мы вам возвращаем деньги, меняем колено, то есть на ваше усмотрение, там, даём какую-то удочку, ну, что есть магазин. В общем, как-то решаем в одном из этих трёх вариантов эту проблему полностью, вы остановитесь, остаётесь гарантированно довольны. И второй момент – это бесплатные запасные части на все удилища Кайда и на другие удилища, которые куплены у нас. Эта информация не является публичной офертой, то есть мы можем закрыть эти акции в любой момент, но, тем не менее, два с половиной года мы уже их проводим, надеюсь, будем проводить дальше. Подробности об этих акциях, условиях все, почитайте, пожалуйста, на сайте Multifish в программе «Лояльности». Но имейте в виду, такое каско фактическое на удилище никто ещё не даёт. Вот, тем не менее, мы это проводим. Ну, давайте разбираем, да, и смотрим строй. Итак, друзья, сравниваем восьмёрка. Вот восьмёрка фортекса. Упс, задеваю уже. Восьмёрка фортекса, смотрите, вот на камеру. Ну, чуть-чуть она практически не клюёт носом. Имейте в виду, там привитой хлыст стоит. Так, фортекса просто Spark. Так, стараюсь одинаковое усилие давать. Ну, в руках лежит достаточно неплохо. Нагружаем. Ну, вот, смотрите. Она помягче, чем Steve за счёт как раз вот чуть более мягкого второго колена. Так, и сразу же берём Steve. Steve за счёт хлыста подлиннее чуть-чуть. Так, вот сейчас я, наверное, упрусь в стену, но уже касаюсь. Смотрите. В руках лежит неплохо и по ощущениям чуть жёстче. Ну, вот, смотрите. Да, за счёт вот коленца как раз в верхней части, видите, он побыстрее восстанавливается. Ну, хотя вот эта колбасня, она присутствует здесь в фортексе и в третьем, и в четвёртом. То здесь как раз первое, второе, третье. Вот я бы так сказал. Нагружаем. Видите? Первое, второе, жёсткое. Ну, вот кусочек третьего, да? А четвёртое уже как на фортек, скорее всего, пошло. Вот вам откуда пошло слово Steve. Вы прекрасно, наверное, это видите, построим. Так, теперь семёрки. Так, Spark. Смотрите. Оранжевый Spark. В руках лежит хорошо. В принципе, для такой классической ловли приятная палочка. Да. Не такая быстрая по строю, конечно, как тот же ЛидерПро мой, например, да? Ну, приемлемая. Смотрите. Ну, приятная, да. Она хорошо будет амортизировать. Ничего такого прям сверхплохого. Конечно, хотелось бы построить побыстрее, но, сами понимаете, не ЛидерПро это. Явно, да, конечно, ЛидерПро. Ну, а с чем ещё сравнивать, да? Вот в ценовой категории. Конечно, Лидер чуть ничего другого, аналогичного. Там всё очень сильно уходит за серьёзные суммы. Значит, Стив, Spark, Стив в руках. В ощущениях. И, как вы видите, она жёстче. Пожёстче. Видите, быстрее колебания восстанавливаются. Смотрите. Раз. Видите? Да, вот здесь это заметно уже. Ну, понятно, что длина меньше. Поэтому и заметно. Давайте нагружаем. Видите, вот опять же, вот пожёстче бы сделали, да, третье и четвёртое колено. Ну, просто уже, конечно, баланс бы похуже стал, да, вес побольше чуть-чуть. Но построе было бы просто идеально. Так, друзья, вы посмотрели. Я думаю, сами увидели и в подтверждении моих слов выше, да, что я сказал насчёт усилений второго, третьего колена. В общем-то, это подтверждает и совсем небольшая разница в весе этих удилищ. Как раз это дополнительные обмотки. В общем-то, они так и весят немножко, чуть больше. Значит, по чехлам всё, в общем-то, одинаково. Такой матерчатый велюровый чехольчик на липучке. Достаточно неплохо прошит. Заказывайте в Multifish, получайте гарантии. Качественное удилище, поддержку запасными частями. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok